Здравствуйте! Я Сергей Губа. Сегодня у нас в гостях Андрей Бузаров. Андрей, ну наконец-то мы со мной увиделись. Мы вас пригласили непросто. Вот я знаю, что вы в последнее время много бываете и в Европе. Знаю, что вы журналист. Знаете, что вы в Европе уже получили статус европейского журналиста. Можно о двух словах? На сегодняшний день вопросы, связанные с моим направлением деятельности, они проектованы условиями, в которых мы находимся. Каждый мужчина, каждый публичный человек должен как-то своей стране помогать. Кто-то на фронте, кто-то в ТУ. И те контакты, которые у меня были за рубежом в сфере международной деятельности с иностранными коллегами, я решил их имплементировать, конвертировать в помощь Украине. Как и вы, кстати, в том числе. Поэтому, будучи кандидатом философских новых, будучи человеком, профессионально связанным с международной деятельностью, будучи выпускником дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины, я все равно сейчас стараюсь больше все свои связи направить именно на помощь Украине. То есть я объясняю, что происходит в Украине нашим зарубежным партнерам и объясняю нашим украинцам ситуацию на международной арене. Вот, вот. Как раз этого не хватает. Потому что, действительно, мы часто смотрим какие-то действия и властей, и политиками, и прочее. Но всем смотрим, куда, чего, но не видим. Поэтому хотелось к вам еще обратиться, послушать. Ваше мнение тоже интересно. О самом таком нашумевшем. Для меня эмоции последние недели, 10 дней, это по поводу наших великих, там, Папа Римский, Ватикан и прочее, прочее. Я там был не раз тоже, и я не знал, что это они стали в последнее время комментировать такие вещи, которые для меня непонятные. Это величие державы, которые агрессор для всего мира. И Папа Римский, ну, поддерживает. Я думаю, что вы, как гражданин Украины, восприняли эти слова Папа Римского по поводу, там, насчетков, наследников державы, великой и так далее. Действительно, много говорят об этом. Я со своей стороны скажу, что это не первый раз, когда Папа Римский, Курия, окружение Папа Римского делают какие-то неоднозначные заявления по поводу Украины. И нужно понимать, что есть определенная позиция. Потому что до вторжения, там же мало было текста вообще, он как бы никогда не вспоминал о великом державе. Я тоже из Донбасса. Да. Да, я тоже из Донбасса. Мы видели эти события в 14-м году. Ну да, 9 лет уже идет. Ватикан тоже их видел. Папа Римский, нынешний франциск, был назначен на должность в 2013 году. То есть они все прекрасно видят, все прекрасно понимают. То есть я не буду сказать, что они некомпетентны, когда они что-то говорят. Наверное, есть политический подтекст, когда заявления идут. И вот этот политический контекст я постараюсь вам объяснить. Хотя мне заявления не очень понравились в Ватикане. Ни по поводу России, ни по поводу вообще всего. И тут три аспекта очень важные. Аспект первый. Есть отношение Ватикан-Украина, есть отношение Ватикан-Россия, есть личность самого Папа Франциска. Ты же помните Ивана Павла? Ну да. Он очень много сделал. Да, конечно. Но никто бы никогда не сказал, что он антиукраинский. А вот сейчас Папа занимает другую позицию. То есть дело не в Ватикане, как в институции, а дело в личном видении ситуации конкретно одним человеком. Конкретно Папа, да. Вопрос Ватикана и Украины – это сложный момент. Поскольку на самом деле Ватикан нас поддерживает. У нас много гуманитарной помощи, очень много кардиналов, очень много приезжают сюда представители Ватикана, передают гуманитарную помощь. Они ваши коллеги в каком-то смысле. Поэтому Ватикан, он проукраинский в большинстве своем. Но вот тут сложный третий момент – это отношение Ватикана и России. Для них цель какая вообще? Экономика, политика, мир – что они вообще хотят? Я думаю, что Ватикан, наверное, пытается отразить какие-то консервативные настроения в Европе. Ватикан пытается найти какой-то консенсус в ситуации, где найти консенсус очень сложно. И для меня, для международника, самым непонятным и самым странным событием в истории религиозных, политических, или философии политики, философии религии, событием была встреча Папы Римского, Франциска, и Кирилла, митрополита Русской Православной Церкви, на Кубе. В 2016 году. Это первый раз они встретились вообще в истории, не было случая. И я тогда понял, что уже идет процесс сближения Кирилла и Папы Франциска. То есть у них какие-то личные отношения зародились хорошие, на мой взгляд, достаточно доверительные. И вот в этом заложен корень многих проблем сейчас. И можно найти ответы на те вопросы, которые у меня зовут. Для нашей страны как это вообще сказывается, вот это все его там же... Я думаю, что для Украины сейчас важно понять философию действий Папы. Папа пытается быть полезным и для России, и для Украины, и для западного мира. И он таким образом пытается балансировать. Нам, украинцам, которые каждый день под обстрелами... Да, мы в Киеве с вами сейчас находимся. Сегодня очередной обстрел. Постоянно вот эти все аспекты, связанные с какими-то так дипломатическими шагами. Что давайте подождем, давайте что-то будем делать. Ну, для нас... Это грустно уже, да. Это очень сложно. И мне, как международнику, тяжело комментировать эти вещи, поскольку я гражданин Украины, прежде всего. Но Ватикан, он тактичный. И они пытаются быть полезным всем. Поэтому их позиция часто взвешивает. Потому что они еще, знаете, как вот мое такое мнение, максимально пытаются еще ввести свое предрасположение во внутреннюю политику России, да? И вот у меня тоже вопрос следующий такой интересный. А вот нам интересна вообще внутренняя политика России? Вот когда мы все время вокруг нее крутимся, то ли вот нужны, они нам не надо, изнутри, развал, не развал. Вы знаете, тут такой... Может быть, да. Мы уже сейчас, я вижу, перешли к следующему вопросу. Я заканчивая все-таки первый вопрос, давая ответ на первый вопрос по поводу Ватикана, переходя к вопросу России. И, наверное, да, вы правы, когда вы говорите о том, что, наверное, Ватикан пытается как-то влиять и на внутренние процессы в России. Поскольку церковь – это важный институт управления государством. И церковь в России, понятно, на чьей находятся институциональные службы. Она подконтрольна авторитарной системе, которая существует в России. И, наверное, Ватикан пытается таким образом тоже поменять на внутреннюю политическую ситуацию в России. Что касается самой ситуации в России, то я думаю, что нам, украинцам, она понятна. Наверное, не все на Западе понимают. Но нам нужно больше и лучше ее изучать. Как в свете ареста Стрелкова, убийства Пригожева, наличие многих российских оппозиционеров здесь, в Украине, как Ильи Пономарева, с которым я вчера выступал на одном эфире, Навального, нахождение Навального в тюрьме, но его команда находится в Европе. Я был на Мюхенской конференции безопасности и видел выступления Каспарова, видел выступления многих известных российских оппозиционеров. Как вы считаете, диалога с ними много вообще у нас? Я думаю, что они очень разорознены. Я не вижу какого-то одного лидера российской оппозиции, кроме Навального, который находится сейчас в местах решения свободы. Диалог, я думаю, нужен. Я сейчас высказываю свою позицию, которая может кому-то не понравиться. Я имею в виду диалог не с российскими властями, а диалог с теми, кто не признает режим Путина. Объясню, почему этот диалог важен. Потому что этот диалог ведут наши западные партнеры с врагами Путина, с россиянами, которые не приспоспринимают Путин. Европейцы ведут, американцы ведут диалог. То есть логично, что и мы должны найти формат поддержки их, и они должны поддерживать нас. Второй момент связан с тем, что надо понимать, для чего нужен диалог. То есть помимо того, что нужно найти людей, надо еще понимать, для чего этот диалог нужен. То есть для вооруженной борьбы, как батальон добровольческий русский, который будет в составе фактически украинских вооруженных сил против россиян, участвовал в рейдах в Белгород. Это военные цели, политические цели. То есть будущие оппозиционеры. Многие политики российские уже этим занимаются. Был съезд в Варшаве российских депутатов оппозиционных, которые готовятся войти в политику после Путина в России. То есть много на самом деле движений. Третий момент, это собственно, помимо того, что нужно найти, помимо того, что нужно с ними вести диалог, нужно и как-то всех в единую структуру, ассоциацию политическую объединять. Потому что они все не объединены. Ну, то есть такое максимально дипломатическое решение с ними вопросов. Конечно. Такое, чтобы... Многие альгархи российские, они не хотят находиться в России. Многие члены семьи находятся в Европе. Ну, да. Да. Деньги, извините за жение, российские бабки многие в Европе. И все это прекрасно знают. И одна из задач нашей дипломатии является поиск этих активов. Их арест, и их перераспределение на нужды Украины. На восстановление страны. А это все находится у многих оппозиционных функционеров российских политиков. То есть, тут экономическая есть цель для того, чтобы мы могли перспективно на это все смотреть. Тут, на самом деле, вопрос гораздо сложный. Вопрос. А кого вы считаете сейчас все равно лидером оппозиции? Вот Навального нету. Нету сейчас, да? Вообще, внутри России оппозиции не существует. Нету. Ну да. И Югный, Илья Прихожин, Стрелков в тюрьме и все остальные. А либеральная позиция, то, о ком я говорил сейчас, это радикальная правая российская оппозиция. А есть еще либеральная, которая вообще уже не существует в российской реальности. Она вся в изгнании, в экзиле, как говорят. Поэтому на сегодняшний день нету лидеров российской оппозиции. Как не внутри России, так и за пределами. Это когда-то был, когда коммунисты против цели оборолись. У них был лидер. Ну да. У Ленин там, которого поддерживали иностранные, спецслужбы политики давали деньги на его, кинули, делись. Потом он вернулся в Россию, занимался. А сейчас такого человека у них нет. Поэтому это вопрос, который волнует не только нас, украинцев. Это вопрос волнует американцев. Это вопрос волнует европейцев поддерживать силы, которые должны прийти на смену политической системе России. Ну, в общем, там работа есть. Даже можно сказать, есть чем заниматься. Вот такой момент. Внутренние процессы России. Насколько они влияют на нашу ситуацию в Украине? Вот такой, знаете, как бы... Резюмируя. Резюмируя все, что мы с вами сказали по поводу внешних политических тенденций, там, в контексте Ватикана заявлений о России, в контексте внутренних процессов России, да, оппозиция, там, отсутствие оппозиции, в контексте ситуации в Крыму и так далее, мне кажется, что так получилось исторически, что всегда, когда происходят какие-то процессы в России, гражданская война, смена политической системы, это прямо или просто влияет на Украину. Всегда. Это исторически так сложилось. Законами геополитики это определено. Это естественно, что мы соседи, да, как бы, и экономика. Совершенно верно. Вы правильно пишете. Очень простой ответ на этот вопрос. Но нам надо, мне кажется, более глубже изучать некоторые процессы в России, и не только в России, а на постсоветском пространстве, потому что все постсоветские страны... Смотрят на нас. Изучая те, которые находятся в НАТО, Эстонии, страны Балтии, история, Эстония, Латвия, Литва, а также те, которые не в НАТО и не в Евросоюзе, Казахстан, Грузия, Молдова, они все на нас смотрят. Мы для них пример сопротивления, мы для них пример стойкости. Поэтому надо изучать постсоветское пространство, надо изучать процессы, которые происходят в России, для того, чтобы нам не совершать ошибки, которые наши политики иногда совершали в прошлом. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы поднимаете эти вопросы, вопросы, которые не всем, может быть, нравятся в Украине. А может быть, и нравятся, но их никто не понимает. Или кто-то понимает, но они не нравятся. Но в любом случае сам факт, что вы эти вопросы поднимаете и привлекаете людей, экспертов к объяснению, к экспликации этих всех сложных моментов, это, я считаю, большой плюс. Потому что в моем практическом опыте за последние полтора года не было подобного интервью. Оно первое. И у вас можно было бы это возможно. Андрей, я вас благодарю, что вы пришли, уделили времени, приехали. Я хотел бы, чтобы это был первый шаг, и не последний. Чтобы мы были чаще, людей находили вместе. Почему? Потому что я чувствую, что есть шанс. Есть шанс нам выйти победителями. И не просто, потому что мы сами из Донбасса. Мы понимаем, 9 лет это уже все длится. Как никто, уже мы понимаем, уже с иммунитетом. И я вам жму руку. Надеюсь, что мы скоро еще будем встречаться, и победа не загара.